Привет зритель с Таймлак и поехали. В Белгороде живет удивительная женщина Мария Денисовна Колтакова. Ее жизнь была чрезвычайно насыщенной, нашлось место и подвигам и тихой жизни. Но самое поразительное стало происходить с бабушкой уже после 93 лет. Именно тогда она в первый, но не последний раз попала в книгу рекордов России. Несмотря на свой почетный возраст, прыгнула с парашютом. Мария Денисовна Колтакова родилась в Старый Новый год 14 января 1922 года. Во время войны она была медсестрой и прошла в составе 121-й рельско-киевской стрелковой дивизии от Воронежа до Праги. Она выносила раненых на Курской дуге, участвовала в ожесточенных боях Воронежа. В освобождении Харькова, Сум, Киева на счету Марии Денисовны множество наград. И война определенно стала знаковым для женщины событием. Однако далеко не последним, на котором ей пришлось показать свою смелость. Первый раз газеты рассказали о Марии Колтаковой три года назад. Тогда бабушка, а ей тогда было 93, прыгнула с парашютом в тандеме с инструктором. Мария посвятила этот прыжок в памяти родного брата, который погиб в ходе десантной Курильской операции в 1945 году. Женя, брат, был старше меня на пять лет, рассказывает Мария Денисовна. До войны занимался парашютным спортом. 25 декабря 1937 года его призвали в армию. Служил он в Петропавловске-Камчатском, а с начала войны с Японией его отправили на Курильские острова. Во время войны мама Марии получила две похоронки и на Марию, и на ее брата. Когда Мария переходила линию фронта с разведчиками, ее ранило, и девушка осталась ждать своих товарищей в определенном месте. Но началась бомбежка, и Марии пришлось спрятаться. Так что вернувшиеся сослуживцы ее не нашли и отправили сообщение в штаб о ее гибели. Через два дня девушка нашла своих. А вот что именно произошло с Женей, ее братом, так никто и не узнал. Похоронен он или нет, как погиб и где именно. Мысль о том, чтобы в память о нем совершить прыжок, не давала мне покоя, говорит Мария Денисовна. Я уже ничего не боюсь комментировать свое рисковое решение бабушка, но я и никогда и не боялась. Тогда, в 2014, Мария Денисовна вспомнила о своем желании прыгнуть с парашютом и снова побывать в Праге. И тем же летом Совет ветеранов Кировского района и спортивный клуб «Пара» Крым помогли ей осуществить ее мечту. А следующей весной, на День Победы, Мария Денисовна была уже в Праге и Берлине. Другой мечтой Марии Денисовны было пройтись по местам боев, по которым она шла вместе со своей дивизией. И эта мечта также стала для нее реальностью. Вместе с военно-патриотическим клубом «Красная Гвоздика», она стала изучать этот путь. «Мария не пропускает мероприятия, которые мы проводим в Курске. Она постоянный гость всех наших слетов и съездов», комментирует руководитель клуба. Когда Марии исполнилось 95 лет, она снова поднялась в небо. На этот раз на безмоторном самолете. Вместе с пилотом она прочувствовала на себе, что такое находиться в самолете во время выполнения штопора, петли и переворота. После полета на вопрос, не страшно ли ей было, Мария Денисовна сказала, что нормально, не дрогнула, не ёкнула. А в этом году бабушка впервые в своей жизни проехала на катере. Она проехала пять кругов по 400 метров каждый. Для этого ей пришлось надеть экипировку, как супергерой, прокомментировала бабушка. И затем на большой скорости проехаться по картодрому. До этого бабушка летала на воздушном шаре, дельтаплане и погружалась в бассейн с аквалангом. Моё кредо – не стонать и не жаловаться, а радоваться каждому дню, подаренному судьбой и завоёванному нашей Красной Армией и советским народом, говорит Мария Денисовна. Хочется, чтобы люди ценили этот хрупкий мир и помнили, какой ценой он нам достался. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, Остроумно. Жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в Инстаграме и Фейсбук. Ссылки есть в описании. Всем пока!